Продолжение следует... 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 а иногда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном. Ужели не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не принимает будущего века? И послание к евреям, святого апостола Павла, 9 глава, с 1 по 7 стихи. Первый стих. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Толкование. Доказав со стороны священника, священства и завета, что первый завет должен был окончиться, апостол теперь доказывает это и со стороны самого устройства скиний. Было в ней три отделения. Одно внешнее, предназначенное для всех вообще иудеев и эллинов. Далее следовала завеса, за которую входили священники, совершая ежедневно службы. Это отделение называлось святым. Ветхого завета, ибо там все совершалось жертвоприношениями. Святое же святых было образом нашего таинства. Ибо, говорит, первый, то есть Ветхий завет имел постановление, то есть символы или законоположения, но имел в то время и ныне же не имеет, ибо прекратился. Земным называют его потому, что дозволялось входить в него. И в одном и том же здании известно было место, где стояли иудеи, назареи, празелиты и эллины. Так как оно было доступно и язычникам, то называют его земным мирским. Послание к евреям, 9 глава, 2 стих. Ибо устроена была стиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. Толкование. Называет эту первой именно по отношению к святому святы, которое было в середине. При ней же находился медный жертвенник, жертвенник для всесожжения, поставленный под открытым небом. Затем, если приподнимали завесу, вернее покрывало, исход 40-19, то она являлась срединой, в которой был светильник и трапеза предложения хлебов. Евреям, 9-3. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых. Видишь ли, что была первая завеса, которую Писание называет покрывалом, так как оно свертывалось и стягивалось. Эта завеса отделяла двор, в который входили и все вообще, на который мы приносили жертвы, на медном жертвеннике. От скинии, которая доступна была священникам, ежедневно совершавшим службы. Далее, как ты прошел эту завесу, была еще другая завеса. И за ней скиния, глаголимая святая святых, в которую никто другой не входил, кроме одного только первосвященника. Но и он, однажды в год, везде же, он все называет скинией, потому что в ней обитает Бог. Евреям, 9-4. «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов, рассветший и скрижали завета». Толкование. Ковчег завета называется так потому, что в нем находились скрижалия, содержащие закон. Книга «Исход», 40-я, глава 20-й стих. «Все эти вещи служили памятниками иудейской неблагодарности. Золотой сосуд с манною, воспоминание того, что они, питаясь ею чудесным образом, возвратали». Исход 16-я, глава 3-10. «И чтобы потомки помнили как о Божьем благоволении, так и об озлоблении их». «Жезл ааронов, воспоминания, возмущения бывшего против него». Книга «Чисел», глава 17-я. «Скрижали завета в память того, что они сокрушили первые свои... в память того, что они сокрушили первые своим идолослужением». Ты споришь, каким образом в книге царств написано, что в Ковчеге ничего не было другого, кроме скрижалей. Апостол же теперь утверждает, что в нем были положены и Золотой Сосуд, и Жезл ааронов. Так как он наилучшим образом был воспитан Гамалиилом, Деянием 22.3, в еврестве, то он, вероятно, заимствовал это из предания, ибо и ныне фарисействующие евреи соглашаются, что это было так. Однако же сначала, но при Еремии, когда было необходимым скрывать Ковчег, тогда, говорят, вероятно, и были заложены в Ковчег эти вещи. Евреем 9.5. «А над ним Херувимы славы, осеняющее очистилище, о чем не нужно говорить теперь подробно». Толкование. То есть, под Ковчегом. «Херувимы славы», исход 25.18.20. «Славные или подчиненные Богу, но служившие для славы Его». И это выставляет, нарочится с той целью, чтобы показать превосходство того, что у нас. «Очистилищем» называл «крышку Ковчега». Как бы более точно узнаешь об этом из самого Писания и повещаемый словами некоторых. Не подумай, что это что-нибудь иное. Конечно, он этим указал на Христа, который сделал своим милостивлением за наши грехи, запечатлел все, что было в Ветхом Завете и утвердил. Здесь показывает, что все это было не только видимое, но и служило знаком чего-то другого, и изъяснение, чего требует слишком много времени. Евреям 9.6. «При таком устройстве в первую эскинию всегда входят священники совершать богослужения, толкования. Хотя это и было, говорит, но иудеи не участвовали в этом, так как завета удерживала их. Это сохранялось для нас, для кого оно было прообразом». Евреям 9.7. «А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит на себя из-за грехи неведения народа». Толкование. Видишь ли, самые прообразы здесь уже предложены. «Дабы не сказали, жертва Христова была принесена однажды, каким же образом она осветила всех, показывает, что так было и издревле, ибо и святейшая, и страшная жертва в Ветхом Завете была приносима первосвященникам однажды. После того, как назван крест жертвой, и без огня, и без дров, и нечасто приносимой, показывает, что и ветхозаветная жертва была такова, ибо однажды приносили с кровью». Некоторые спрашивали, каким образом в книге «Исход» написано «Докадит над золотым жертвенником, который, очевидно, находился во святая святых, докадит Аарон Фимиамом, сложенным благовонным рано». Далее цитата «Исход 10.7.8». На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда приготовляет лампады, будет курить им. Так что каждый день дважды входил первосвященник во святая святых с тем, чтобы ходить над тем местом, где находился золотой жертвенник. Итак, как апостол, говорив здесь, что этот первосвященник восходил однажды в год, и решает, что однажды в год первосвященник входил с кровью, с Фимиамом дважды в день. Однако ты знаешь, что они напрасно сомневались и по неведению. Не в золотой кадильнице, а Аарон кадил Фимиамом дважды в день, но над золотым жертвенником последний же находился не в святая святых, но в средней скинии, в ней же светильник и трапеза. Тогда как с золотой кадильницей он входил во святая святых действительно однажды в год, ибо он и кодильница, ибо иное кадильница, иное жертвенник. Я указал на это недоумение не для того, чтобы читающий эти слова, услышав о сомнении от других, не был введен в заблуждение, подумав, что оно здраво. И снова, за себя. И расвященник законный, говорит, приносил жертву за себя, а Христос не за себя, ибо он не был причастен грешникам. Повсюду между тем и этими совершаемое различие. Сказал, за грехи неведенья, а не за прегрешения, чтобы тем привести в больший страх и древних иудеев, и всех, и смирить гордость, ибо если и ты не согрешил добровольно, ты согрешил невольно, и по неведению, и от этого никто не свободен. Некоторые утверждали, что сказали так, показывая и здесь различия между жертвой Христа и жертвами законными. По закону жертвы прощали прегрешения по неведению, а жертва же Христова прощает даже и сознательные грехи. «Спаси Христосу». Пока все здесь, я хотел бы сказать несколько слов о болящих. И на сегодняшний день, во-первых, мне лично радостно видеть, здесь это так... Кучно, да, здесь прямо места почти нет, и это радует. Сейчас время различных простудных вирусных заболеваний. Я хочу напомнить, во-первых, чтобы не соблазнялись друг с другом, если действительно заболел человек, течет из носа, чихает, кашляет, но лучше остаться дома. Чтобы не соблазнять, это первое. Во-вторых, если человек пришел, здесь присутствует, то не думайте, что непременно от него вы получили эту инфекцию. Не соблазняйтесь. А то вот она такая, вот он такой. Да ты пока ехал в транспорте, получил другого эту инфекцию. И чтобы... Это вообще не доказуемо. Почти не доказуемо. Это нужно, чтобы этот такой же штамм вируса был у тебя и у нее, и у него. От кого ты предполагаешь, что ты получил эту инфекцию. Потом куча этих вирусных инфекций. Это не обязательно грипп, это не обязательно там и раз инфекция, и аденовирусная инфекция. Все это вирусные инфекции. Но это такой момент. Второй момент. Болезнь это всегда... Инфекционная болезнь. Это всегда два взаимодействующих начала. Организм человека и микроба или вируса. В зависимости от того, насколько твоя иммунная система крепка, будет заболевание или не будет после контакта с этим инфекционным агентом. Значит, что нужно делать? Нужно укреплять свой иммунитет. Это здоровый образ жизни, это здоровое питание, это здоровые мысли. И если есть этот иммунитет, то, значит, инфекция может не развиться или будет в слабой форме. И протекает. Ну и, естественно, если еще в плане профилактики, вот в это время нужно тщательно за собой следить. Если вы куете на улицу, значит, перед тем, как куете на улицу, вы промойте моск с мылом, с шампунью, смажьте тенториум или там мазь календулы, мазь календулы. Эти инфекционные начала они оседают на этой слизистой, смазанной этими мазями, а потом вы их удаляете. И, кроме того, обязательно это нельзя... Вот, существует мнение, что только при дыхании, только воздушно-капельное путем мы получаем эту инфекцию. Нет, через руки тоже, рукопожатие и дырные ручки и все прочее. Поэтому за нос, особенно за лицо вообще, не касайтесь руками, старайтесь не тереть там. Потом, если вы чихаете, кашляете, то в одноразовую салфетку тут же ее выбросили. Не кладите... Вот этот платок это рассадник там в кармане, это термостат. Это инкубатор. Его нужно этот платок стирать обязательно. Есть вот ситуация, когда нельзя никуда девать, этот платок положил, и тут через самое короткое время его нужно оттуда вытащить и постирать. Кипятить надо. Про кипятить, да, про кипятить. Ну, жаривать. Значит, ну и дезинфекция, значит, это руки мыть. Руки... Привучите себя. Пришли домой из транспорта, домой пришли, обязательно помойте руки. Это и не только гриппы, и другая вирусная инфекция респираторная, но это и гепатит, и другие инфекции. Что угодно. В транспорте можно получить все. Поэтому в школе там, где старайтесь не принимать там лишний раз из одной посуды с кем-то, тем более пить там или прочее. Вот, защищайте себя. Ну, и еще кроме того, значит, если уж заболели, ну и профилактика тоже, это витамин А, это морковь. Но морковь обязательно сопровождайте маслом. Потому что морковь это провитамин, содержит провитамин А, прокаротин. Для того, чтобы она в организме стала витамином настоящим, нужно масло. Растительное. Жир и растаривый. Жир и растаривый. Шиповник прежде всего. Шиповник, это вообще клависть витаминов. Прорастите луковицу. Вот в этом, зеленом, в этом, это вообще там. Да, пророщенная пшеница тоже хорошо. петрушка, петрушка, сидерей. Да, пророчен лук, витамин. Укроп, да. Ну вот, в общем, витамин D, витамин D, вот эти вот нужно принимать. Так, D, где взять? А, водный раствор? Да. Значит, мыть нос сапуни мылом, пришли домой, помыли, смазали мазью аксолиновой, мазью тенториум или календулой, мазь календулой. Заболели рот и носоглотку промывать нужно. Промывать раствором соли, глубоко промывать, чтобы там вот все прочистить. и ротокам, то есть ромашка и календула. Полоскать в горло. Ну вот так, лечитесь и будьте здравы. И не не соблазняйтесь и не соблазняйте, главное. Если заболел, ну лучше уже тогда лечет явно. Чего там уж температура, свербит в носу, чихаешь, кашляешь, лучше остаться дома. Я не призываю вас вот не ходить напротив, ходить нужно обязательно. Чаще приходите в храм и чаще причащайтесь. Да, да, да. У меня все по поводу болящих. А по поводу болящих еще, значит, о Насте, дрожжу. Несите на крыльях молитву, потому что болезнь, она еще, смотрите, как тростинка, высохла вся. Значит, фонд на лекарства у Галины. И я прошу всех, чтобы к этому фонду не протягивали руки, не советовали, как этот фонд перераспределить. Он только на лекарства. Галя об этом неоднократно говорила. Если хотите на что-то другое, на тоже, значит, еду для Насти, отдельный фонд, организуйте и покажите пример. Вложите туда. Так вон же, вон. Вот, кладите вот сюда. 100 рублей. Ну вот, значит, все кончились наши разговоры. Хорошо говорить, вот, чужими руками, да, что называется. Я хочу сказать, что у меня есть определенная сумма. Если доверяете, значит, я буду продолжать этим заниматься. Нет, значит, я передам кому угодно. Естественно, я могу только отчитаться на те лекарства, которые я покупаю. У меня есть все расписано, есть чеки. Но есть еще те моменты, о которых я вам говорил. Мне нужно поговорить с одним, с другим, договориться. А если это требует, ну, скажем, барокамера. Один сеанс барокамеры стоит почти 2000. Их 10 сеансов. Если я 2000 заплатил, дал ему подарок в форме презента не деньгами, но это же не 20 тысяч. А это не одному. Вон корреспонсир я даже одному только, наверное, два раза презент делал. А остальным-то еще не делал даже. То есть не везде даже с презентами это происходит. А потом не так же много этих денег, которые пытаются перераспределить куда-то. А потом вот ситуация постоянно возникает, что уже мысль о том, что опять нужно будет говорить насчет того, чтобы поехать в Новосибирск насчет этой трансплантации микробиоты. А она стоит одна процедура 52 тысячи. За счет туда ехать, оттуда вернуться и там жить. Так что остановитесь и остановите свои благие намерения. Казалось бы, благие намерения. Ну вот пока все, наверное, полно. Детей отпустим? Конечно. Дети слушайтесь. Давайте как-то их подмышку начнем. А Анфиса тоже одет. Они вышелухи. Некоторые правы есть дети женского пола. сидят. Комментаторы. Ты тоже видите, что ли? Там нет, нет. Здесь паспорт получает еще 14 лет. Продолжение темы. подвинемся. у нас вот Тараси болеет сейчас молитесь. И Анна Кузьминична плохо ей. Сильно плохо. И работа и понос что-то какая-то взаимолечет. Там что привязалось инфекция какая-то. Вот так все те же болящие. Но надо поблагодарить Бога. Елизавета Елизавета с нами теперь. Слава Богу. Что-то не хочет с нами не захочет. Слава Богу Любовь. Одесс Алируя. Выздоровела, да? Да. Низочка, иди садись. Иди, девочка. Она большая. Ну все туда пошли. Еще Игорь Тубяков заболел, а Юля не заболела. А он заболел. Ну она тоже как бы заболела. Она еще поделала. Он сказал, если хочешь нести кексу, идти. Он сам тут против был. Еще говорю, у тебя есть слово? И ты потом скажешь. немного сказать про Тарасия. Все вроде было нормально. Вчера из школы вернулся. Даже помог мне рыбу разделать. Он это любит. Ну я скажу хоть любит. Помогать по кухне. А потом что-то смотрю зачак, что-ли мама не хорошо. Ну давай померяем температуру. Температура вроде невысокая 3,7 но к вечеру она поднялась. Поднялась и он всю ночь промаялся. В сознании смотрю болеет сынок. Легла с ним молюсь за него. Уснула задремала. Маленького вижу его тоже болеет. в таком возрасте ползуночном. Поэтому кто неравнодушен пожалуйста помолитесь. Да будет боле Бога. Еще по Насте можно это радует? Да. Встало немного по Насте. Я хочу поблагодарить и очень поблагодарить тех людей. Это интернет паства Игнатия Тихоновича как он их называет. Телезрители канала Восвете Библии. За их пожертвования. Вот за эти две недели снова поступили пожертвования. Это семья Галины. Ну человек знает о ком я говорю. Андрей с сестрой Татьяной. И еще раз второй раз поступило пожертвование от Игоря Евгеньевича. Спасибо с Христос. Я все ваши имена записываю на листочки и передаю семье Дроба для того чтобы они о вас помолились. о вас помолились и поблагодарили Бога за то что Господь расположил сердца этих людей. В этот сложный момент жизни он мочь. Потому что вот Настя я тебе передам эту записку. Я немного расскажу о Насте для тех кто не знает. Эта сестра наша уже 20 лет в общине. 20 или около 20 лет. Мы все ее знаем. Она пришла в общину еще студенткой. в наше общине вышла замуж. У нее теперь четверо деток. Детки уже большенькие. Младшему как моему Тарасу уже 11 лет 12 будет. Старший 16 лет. 16 лет. Дети уже помогать могут. Не грудные детишки слава Богу. И когда Настя заболела у нее онкология желудка выявили. Выявили уже на серьезной стадии. Ее прооперировали. Назначили химиотерапию. Два курса она прошла. Но это было ей очень тяжело по здоровью. и дальнейшее продолжение химиотерапии отменили. Состояние здоровья конечно оставляло желать лучшее. Но слава Богу что в нашей общине есть Виктор Андреевич который от самого начала и по сей день он контролирует состояние здоровья Насти. И понимаете как результат дает о себе знать. То что Виктор Андреевич вы перечисляете деньги община спаси Христос те кто принял участие в этом деньги дали. Сестра Наталья из Америки она тоже обращалась к прихожанам храма тоже они перечисляли деньги. Причем эти деньги которые из Америки они были первыми. Сумма была достаточно хорошая на мой взгляд но на лечение это оказалось слишком мало. То есть она эти деньги разлетелись практически сразу потому что Виктор Андреевич сколько из своих денег вкладывал он уж сам молчит там я считаю что он больше всегда вкладывает вы все знаете он очень жертвенный поэтому вот эти деньги ну просто очень ценно спасибо хрис христос В промежутке через неделю по пятницам я могла ее навести. В одну пятницу она еле спустилась. Я ей позвонила и ждала ее еще внизу. В другую пятницу я была просто в шоке. Через неделю после вот этих процедур отбора камеры она бежала по коридору. Я смотрю, Настя, ты ли это, это ты ли? Она бежала веселая, в настроении, здоровая, как будто у человека не перенес такую серьезную операцию. И все вот благодаря вот этим финансам, вот этим вливаниям. Поэтому многие обращаются, там какое-то питание. Я все понимаю. Настя, тебе действительно нечего кушать, ты скажи, пожалуйста. Нет, дело в том, что просто когда понос и рвота, я не могу есть. А питание, оно помогает. Мне достаточно выпить стакан, я сыта и меня не рвет. Вот эти специальные питания, сестры, если вы считаете, что-то нужно ей, вот не надо там за кулисами где-то, конкретно знают кто. Виктор Андреевич занимается распределением этих финансов. Я всего лишь получаю их и храню. И не отдаю на какие-то другие нужды. Только Виктор Андреевич занимается распределением этих денег. Я вам скажу, что их там не так много, как я поняла, из того, что требуется, сколько Насте. Поэтому, если что-то вы считаете нужным и полезным, обратитесь к Виктору Андреевичу за благословением. Если он посчитает это нужно, дайте ему эту дачу, изучу, посчитает нужным. Я знаю, это необходимо. Вот насчет внутрикомпа я ничего не делаю. Пожалуйста, пусть это все через Виктора Андреевича. А вы начинаете вот как-то себя вести не совсем корректно, я бы сказала. Как будто бы я эти деньги утаиваю или не даю чего-то ради. Я не дам вам ни одному их, ни одному. Почему? Вы хоть обижайтесь на меня, хоть нет. Потому что изначально я обратилась к телезрителям Игнатии Тихоновича. Вы могли то же самое сделать. Я обратилась... Виктор Андреевич, он обратился вообще к нам в общую. Я стала, обратилась именно к телезрителям Игнатии Тихоновича. И теперь эти деньги я буду отдавать только Виктору Андреевичу, поскольку результат налицо. И мы все это увидели. Если что-то вы считаете нужным дополнительно для сестры, Пожалуйста, обратитесь к Виктору Андреевичу по лечению. Если что-то по хозяйственным каким-то нужным, по еще какому-то питанию, воспитанию, вот копилочка. Я думаю, вот это уже третий раз мое обращение, надеюсь, доходчиво. Это для всех. Спасибо, Христос, девочка. Спасибо, Христос, тех, кто милостив был для Насти в этот сложный момент. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Галя сказала, что дети уже не маленькие, но тем не менее, они еще и больше требуют и внимания, и расходов финансовых. Но это так, реплика такая. Я хотел поддержать тут эту Галю уже, и я так понял, что повторение мать учения, что ли, она постоянно встает одно и то же. Вы назовите мне имя, я сам переговорю с этим человеком, который ее достает. Она поймет уже точно тогда, этот человек, кто это, что это за душа, к которой она постоянно обращается, обращается. Я покупаю вот такое питание. Вы все сказали нормально? Разговор, я так понимаю, что если это что-то лечебное, помогает сильно, то Виктор Андреевич, он четко разберется. Если что-то это не соответствует, ну подойди тогда ко мне, и я тогда через меня, как фильтр, не надо ее, она владеет действительно суммой. А я пускай дервы буду тратить, ну или ты потом, после этого разговора. И все. Не надо на нее нападать. Вы что, уже сколько можно? Так она жалует. Да, я скажу. Она же говорит. Вот Галя сказала, как она сначала плелась буквально, когда ее положили после химии к Виктору Андреевичу. И через неделю она бежала. Вот это питание она начала получать, потому что еда, даже паровые котлеточки, которые она готовила, разное, оно не идет. Оно ей не идет. У нее диарея была 2 или 3 недели. И там ей давали вот это. Я ее посещала, видела это. И я стала искать, где это можно купить. И в больнице давали. Это все очень дорогое. Это специальное. Больным при онкологическом лечении, при лучевой терапии, при химиотерапии разработанное. Больным, у которым проблемы с глотанием, а у нее вот там вот этот анастомоз. Больным, у которых нет желудка. И я это ей покупала. Ну, 3 дринки из аптеки покупала. Настя, скажи, жидкие. Она постоянно на этом. И в том числе эффект от лечения был. То, что она там питалась. Вон она головой машет. И она там его экономила. Ей дадут на 1. Она его на 2 дня тянула. Домой привезла. И здесь пила я видела. И я к ней это старалась покупать. Мне там кто брат вот деньги давал, я покупала. На свои покупала. И я обратилась. Ну, это же лечебное питание. Почему бы вот это все? Ну, я не могу 1 тянуть. Вопрос исчерпан. А лечебное питание вопрос исчерпан. Это другое питание. Вот так копилка. Настя, что я руки тяну в чужой фон. Зачем так говорить-то? Нет. Не надо обижаться. Ну, что вы тут? Да, не обижаюсь. Ну, что вы тут? Да, не обижаюсь. Ну, я обратилась к Наташе. Наташа главный жертвователь. Я говорю, Наташа, по совету я ничего не указывала. У меня переписка. У меня есть переписка. Я не на... Такое ощущение, что я на кого-то наезжала. Я сказала, как ты считаешь? Можно покупать или нет? Вопрос исчерпан. Я понял тебя. Это прекрасно. Не обижайся. Обеда никакой между вами не должна быть. Обязательно нужно. Ей Валера сказал, что это нужно покупать. Не надо подходить к Гале. Есть Виктор Андреевич. Зачем подходить к Гале? Дорогие мои, никто ни к кому не подходил. Это раньше, что Надя вышла сказать. Я тогда скажу. Настя, Надя обратилась. Она знает, у кого деньги. Они раз ко мне подошли в первый раз, когда я всем так же на собране сказала, с вопросом, а, есть деньги. Я подошла, Надя говорю, Надь, деньги нам прислали из Америки на Настя на лечение. Это только на лекарство. Надя сказала, можно утеплить комнату. Я сказала, нет. Я не могу этих денег дать на утепление комнаты. Ну это другое дело. Все, после этого получилось так, что... Я всем объявляла, я же не сдержала секрет, что Виктор Андреевич распоряжается этим фондом. Вы все это знаете. Это моя ошибка. Надя обратилась к Наташе. Все, тогда не хватит. Каких этих щей. Обратилась к Наташе, а Наташа мне пишет, я благословляю купить. Я говорю, при чем здесь это благословение? К Виктору Андреевичу все вопросы. Он все это решает. Все, он решает. Все. Ну, поняли, что деньги идут на лекарства. Это лекарство. Это тоже практически лекарство. Если речь идет о другом питании, сыр, там, икра, там, колбаса, там, мясо, там, чего еще, да. Вот копилка отдельная. Но эти деньги не на утепление, это не на туалет. Правильно Николай сказал. Да, я тоже хочу теплый туалет. Ну, понимаете, нет этих средств, чтобы мы все это потянули. Поэтому, если нужно, если хотите, дополнительно. На утепление, на бегу, на колбасу, на мясо, на утепление, отдельно, вот копилка. А это, вопрос исчерпан. Это тоже лекарство, практически лекарство. Потому что оно боится как параментерально, то есть не через рот, а в вену, так и через рот. Значит, никаких обид между сестрами. Примиритесь непременно. Вы же христиане. Ну, все. Вы из одной чаши помещаетесь. Это, вы понимаете, как говорится, благими намерениями дорога в ад, вы, мужчина. Давайте, чтобы мы не мастили дорогу в ад, тебе и ближай. Сейчас плакат нарисую, руки против. Любовь Николаевна, коротко. Прошу прощения, Надя, может быть, ты займешься этим приобретением этих мутирентов. Я их покупаю почти в два раза дешевле через мою снах. Вот это фармкомпания, вот аптека.ру, там цена другая. Она для меня достает намного дешевле. Конкретно. Ну, клиенты эти передайте. Пусть она занимается. На, тебе лично передай. Все, все понятно. Остальное все в куларах. Закончили тему. Спасибо, Христиану Богу, здоровья твоим детям и внукам. Вот сестра хотела. Закончили тему. Главное, чтобы сестры примирились и не имели на себя друг на друга обиды. Я хотела сказать, что у Вали Барышниковой приехала сестра, и они пойдут в понедельник заниматься оформлением, значит, документов остальных. Она просила передать благодарность всем, кто молился за нее. Получила паспорт, она все теперь. Вот помолился. Получил паспорт. Получила паспорт. Господь, наконец-то, форматировал ей мозги. И документы пойдут. На половину документов. И пенсию оформляет. Я прошу помолиться о моей маме. Вчера скорую вызывали. Помогли. Что, в общем, ее рвет, тошнит, голокружение. И еще, значит, хочу предупредить. Валентина. Со мной вчера случилась такая история. В общем, я в интернете. У кого есть пластиковые карты, поднимите руки. Какие? Ну, любые. Пластиковые карты. Сбербанковские. Сбербанковские. Почти у всех. Значит, смотрите. У меня нет. Понятия нет. Мне поступил звонок. Вы, говорит, продаете щенка? Да, продаю. Ну, говорит, я не могу, говорит, забрать его. Сейчас я заберу его через 20 дней. И готова заплатить больше. На кормежку. Говорю, пожалуйста, я посоветую сейчас. Перезваниваю. Да, мы готовы. Она говорит, а как вам перечислить деньги? Я говорю, ну, у меня к номеру телефона привязана карта. Перечисляйте. Вот всем, кому я говорю, все мне перечисляют. За дрессировку, за собак, за другие какие-то услуги. За такси там. Ну, сейчас, знаете, что такая система безналичный расчет. Она говорит, понимаете, у меня карта кредитная. И я, говорит, не получится. Как тогда быть? Я говорю, ну, я не знаю, как быть. Она говорит, а вы могли бы со своей картой прийти к банкомату и... Вставить ее туда и мне перечислить деньги. Да, да. Типа вот она так не сказала. Мне же, говорит, нужна гарантия. А то у меня, говорит, я, говорит, раз перечислила, а они сказали, что мы не получали. Поэтому вы, говорит, придете к банкомату и распечатаете чек мне. Хит, это неправильно. Ну, вообще, я так подумал, ну, действительно, она деньги причисляет, а я могу сказать, а я не получал. А у нее будет чек тогда, и я такой, думаю, ну, взял урагана, помолился, пошел к банкомату. Думаю, дай позвоню. Потому что знаю, что у нас с сестрой вот такой же случай был, и у меня подозрение было, что она мошенница. Я женщине знакомая звоню, которая, ну, занимается вот этими финансовыми, как бы, делами. Она говорит, ни в коем случае, говорит, не ходи, иди домой, говорит, это мошенница, кредитная карта, в общем. Ну, я хорошо, я от банкомата подальше отошел, набираю этой женщине... Чтоб щупальца не протянулась. Да, набираю этой женщине, говорю, запишите номер карты, куда перечислить деньги за товар. Диктую, она раз-раз-раз. Она говорит, ну, вы подошли к банкомату? Я говорю, а зачем? Она говорит, ну, я же вам объяснял уже, ну, сколько можно объяснять, ну, все-все-все. Я говорю, зачем? Я вам номер карты перечислил, продиктовал, перечисляйте и получите товар. Когда вам надо, когда... Все. Она, ну, она начинает, ну, у меня карта кредита, я же вам объяснял, я не могу. У меня, знаете, у меня такое подозрение, что вы мошенница. И она сразу же вспыхнула, ах, я мошенница, все, до свидания, и трубку бросила. То есть, я так понял, что действительно это так, ну, была бы она не мошенница, она бы нашла способ продавить товар. Сейчас, с таких способов, и вот они еще, как говорят, то есть, кредитная карта, чтобы ее взять, снять наличные... Что такое кредитная карта, знаете? Ну, а что ты пошел к этому банкомату еще с ураганом, если она тебя должна переводить? Я вообще сейчас не влюбаюсь. Ну, а что вот сестра тоже не будет терять? Ну, будьте бдительны. Это правда. Будьте бдительны. Правильно. Способов мошенничества очень много, и они все совершенствуются, и... А мне по телефону пришло, дорогая мамочка, я в сложных обстоятельствах перечислил. Я на себя посмотрел, думаю, да, еще мамочкой меня не называли. Совсем уж на дурака. Да, и они обычно как еще делают, то есть, вот что-то у меня не получается, вам, ну, допустим, диктуйте карту, вы пришли деньги, а они говорят, нет, так-так-так, а продиктуйте там на обратной стороне. Это никто, вообще нельзя. И вот на обратной стороне, когда вы говорите, вам могут деньги перечислить, могут не перечислить, но потом, они, зная вот эту вот обратную сторону, они у вас их слезнут. Зоя? Так, еще у кого есть информация? С следующего воскресенья обязательно придите. Да, Бастя. Во-первых, я хотела бы благодарить, благодарю всех, и телезрителей, так скажем, с Ютуба, благодарю вас всех. Действительно, эта помощь неописуемая. Я такой заботы и ласки, молитвенной помощи нигде никогда не получал. Благодарю всех. Да всегда у нас было. Действительно, ну, так вот получилось, что Господь посетил. Слава Богу, Господь, у меня проблема, Андрей сорвался. Прошу, молись. Очень тяжело. Надо как-то самой держаться, еще Андрей подержится. Это крест называется твой. Слава Богу. Сама хотела, сама получаешь сейчас по полной программе. Аллилуйя. Слава Богу. Благодарю, Благодарю. И интернет, пастве тоже обращаемся, чтобы Господь, раба Андрея, удержал от объятий зеленого змея. У тебя еще есть возможность вообще не видеть это лицо наглое. Это все в тебе, так что смотри. У тебя дети большие уже, община есть. Ну, еще постоянная просьба, еще раз, я всегда буду напоминать о Раде Сергии в Воронеже. Александр Марьясов прислал мне смс, что он общался с ним, со мной, я никак не могу выйти на них, ни на Сергея, ни на Татьяну Евгеньевичну. Несколько раз пытался выйти в интернете по телефону, но он сказал, что несколько легче ему было, может, насколько там легче. Это мне даже трудно представить, что там может быть легче в его ситуации. Боли, может, ушли как-то. Ой, и они у него не уходят, это постоянные боли. Постоянные боли, и там уж только, может быть, чуть легче стало. Уровень болезненных ощущений, может быть, немножечко уменьшился. Александр Марьясов, можно дополнить? Я видел, он выставил новый ролик, там у себя на канале, с каким-то мужчином он беседует. Да, он говорит, несколько месяцев лежал, вообще говорить не мог. А вот сейчас вот он, слава Богу, говорить начал уже. Ну, помоги, Господи. Ну, продолжайте нести молитвы, на крыльях молитвы Раба Сергия, его маму Татьяну. Молитесь о рабе Дмитрии в Москве, которым я просил вас молиться. Ну, и всех надо помнить, наших болящих, всех нуждающих. Так, еще у кого есть розьбы, пожелания? Можно я поблагодарю? Поблагодарю, значит, всех молитвы достигли, мне машину дали больше 100 тысяч рублей на восстановление, и даже мастерскую еще, и недалеко от дома, на северо-западной. Ну, она сейчас там стоит, я ее поставил. Ну, да, я когда в аварию. Это я рассказывал. Была, была. Вы же всю мою жизнь, всю мою жизнь знаете, практически. Так что теперь помолитесь, чтобы запчасти все новые поставили. Потому что сказали, там только новое у вас будет все. Мастер посмотрел и говорит, да, говорит, повезло тебе, говорит, вовремя ты в аварию попал. Сейчас, говорит, машина лучше, говорит, у тебя будет, чем была. А ты к нам попал. Хорошо, помоги, господи. Игнатих, вы молитесь. Ну, заем. Ну, что говорить-то некому. Разбежались. Вот это важнее, это все, это болезнь. Они не нуждаются в общины. Они не знают, что еще будет объявлено, где они могут участвовать. И друг друга выманывать, и дальше пошли. Их ничто здесь не удерживает. Просто отстоял, ушел, это в любом храме. Мы знаем нужды каждого. Делимся опытом. Нету, вот, а выходили, никто не задерживает, и не надо этого делать. И на занятиях никогда нету. Вы просто имеете это в виду. Выйти с детьми, вышли она выше меня ростом, и с детьми. Где-то она так, но здесь она может послушать. Если не сейчас, то когда? Евреи понимают, до 4-х летнего возраста надо заложить. И он молится, и поет Иерушалам. А им всего там по 10 лет. Они знают, Иерусалим. Главное событие разворачивается сейчас там, именно сейчас, сегодня. Откуда начнется приход Антихриста? Это потом коснусь. Много говорили о болячках. Виктор Андреевич сказал, что главное – это закаляться. Об этом суть-то вся. Вот Алтайская правда приходит, газеты сейчас ее хорошо издают. Они на днях буквально, может, у меня устарелые данные такие. Столетие отметили газете. Столетие. Там называлась «Красная Алтая». Потом они менялись и пытаются найти кого-то. И, наконец, находят «Самая умная женщина», которая была. Заголок «Самая умная женщина». Тебе не надо говорить, что это была не цыганка. Это была еврейка. В еврейской семье написано «воспитывалась». И она всю жизнь училась. Один у Брестеля здесь заканчивает, другой – в Адасе. Третий заканчивает в Брестеле. И она была здесь главным редактором. И далее – и муж, и отец, и все они идут этой стороной. Ну, неужели непонятно, что это особый народ? Они не пойдут, как мы, делать там трассу или пруды копать или что-то. У них назначение данное давно-давно. Все столи мира принесут вам это. В Иерусалиме сейчас идет вот это. А что? А ничего нет? Тут Эль-Авив столица. Нет, неделимая, вечная столица Иерусалим. Иерушалим, как они говорят. И теперь, это уже несколько лет назад, да уж, собственно, неоднократно откладывалось, в Америке принято решение перенести свое посольство в Иерусалим. А где Америка? Там высокоэлиты ее потянутся. Но не в столице. Но если, допустим, в Москве, то это в Москве все посольства. Не будут они в Барнауле здесь. Показывает именно Иерусалим. Но, однако, еще там восточная часть принадлежит арабам. И вот из-за этого сейчас идет. Если туда, значит, вы знаете, что неделимая. Шестидневная война, они объявили Иерусалим только наш. Но пока арабы там. И американцы, наконец, откладывали, откладывали. А решение раньше было принято перенести. И, наконец, Трамп подписал перевозить. И показывает. Прямо оттуда идет съемка. Уже горит все. Стреляют. Бьются. И уже погибшие есть, и полицейские. Разворачивается самая настоящая война. У Израиля сил, территорий меньше, чем врагов, ровно в 500 раз. Один против 500. И ничего с ними нельзя сделать. А почему Америка подтягивает все силы туда? Трамп стоит уже у стены плаща, подняты руки. Понятно, кто это делает. И почему иудаизм исповедует его дочь и зять у Трампа. Не христиане. А мы как должны смотреть? Молиться? Мы ничего не знаем. Но суть-то в том, что это предсказано. Будет третий храм. Но там, главное, вот эта мечеть стоит. Ее никак они уже заложат несколько тонн. И скажут, во время снаряд не туда попал, взорвало. И по неволе убирать будут. И на том месте. И именно на тот фундамент. Не сантиметр в сторону. Все вымерили. Тот же самый храм. Третий храм, в котором сядет Антихрист. То есть вплотную подошли. Первосвященника избрали. Избрали. Провозгласили. Но это история такая наша. О болячках. В Алтайской правде появляется статья. Они хотят жить, как бабушки. И она разворачивает там 70-100 лет шали. Сохраняет музей. Сами открыли здесь. Хотят жить. Как они жили? Я не знаю все. Я только могу сказать про своих родственников. Вот это что? Инфекция. Штаммы. Ни одного слова никто наши не знали. Все эти болячки. Там носа, горло и прочее. Что говорил врач нам? Все правильно. Я ничего не опровергаю. Я просто делюсь, как это было. Простуда. Где-то подхватил, простыл. Ничего нет. Лечение какое? Только одно. Горячая картошка сварена. Над ней накрыться. Там шубой какой пропарится. И надо в русскую печку лезть, еще полежать. Ничего больше не было. В нашей семье не было ни одной таблетки. Никто этого не знает. Отец инвалид войны. Все-таки прожил он 70 с лишним лет. Матери 86, бабка 95. Мать ходила всегда босиком. Отец говорил не босиком, а бесяком. Как бродяга бесяком. Одна же мама приболела. Не могу что-то ломить меня. Залезла на печку. Вот как сейчас помню. А брат мой, сын Иосиф, они работают за телятами. А телята, это не два теленка. Там много телят. Их надо выбрасывать навоз. Они внутри. Мама полежала нехорошо. Ося там один сейчас. Нет, детки мои, я пойду туда. Пошла туда. Там тепло на фуфайку сбросила. И этот навоз по цепи. Это чисто мужская работа. Но она когда-то на барже грузила. Куль, куль, 110 килограмм носила на себе. А у нас сейчас три ведра не полных. Наши мужики гнутся и уже сейчас по два ведра насыпают. Может, сто пятнадцать. Работа-то какая. И вот мы-то тоже бегаем где-то. Хватишь снегу-то. Простыл. Никто не знал это, чтобы надевать маску. И вообще это никто даже не слышал. Как? А в этой среде были. Сегодня уже знают. Чем больше гигиеница, тем больше болеют. Потому что неправильно. Все правильно. Но только между продажей и врачами, между медициной, сегодня говорят общегосударственная мафия. Что они пропагандируют и как купить и как сделать. Все. А на самом деле вот эта цена, она или близко нет, или другие этикетки поставят. Неизвестно как, 475 детей, запечатанные пакеты, уколы сделали, заразились ПИДом. Город Элиста. Калмыкия. Как так? Как они могли оказаться эти, зараженные ПИДом, шприцы, может быть, которым не один уже укололся и умер он оттуда. Это очень важно. Я хотел дать как бы завещание. Если я заболею, если я слягу, если у меня обнаружат рак со всех сторон, прошу, прошу, просто умоляю, ни копейки мне не давайте. И не надо, и не приму. Заранее предупреждаю. Ничего мне этого не надо. Сколько отмерено, напрасно строят строящие, если Господь говорит, не созидит город. Напрасно все эти наши борьбы. Ну что, не могли они Задорнова спасти? И лещатся где? В германской клинике. Другие едут, самое лучшее израильское, считайте, едут туда. Хворостовского могли, нет, в Англии. Взял, женился на итальянке, эту жену оставил. Ну, или как там. Ну, помогло, нет, не помогло. Ну, вы знаете, алтайский, этот, Золотухин, Валерий Сергеевич. Внезапно, и все это рак мозга, рак мозга. Считаю, везде не лещится. Не лещится. У человека какая-то там есть маленькая, говорит, пустотка, где-то что-то. Поселяется там. Бывает операцию сделать, и снова все заполняет, это растет. Ничего не сделать. А бывает так, чтобы вылечился без этого. Повторяю, Александр Исаевич сейчас стал жениться на заболевшем. Он-то был еще не на свободе. Ссылки. Вытащили в коридор умирать. Опухоль раковая охватила все. И вдруг заносят. По сегодняшний день люди, никто не может понять, полностью не осталось даже следа. Почему он назначен был для другого? Он не умрет. И не умрет. А почему? Ну, как Рылеев, он знал, что сказали его повесят, и поэтому должен быть повешен. Ты меня, дядя, не расстреляешь. Кондратий Рылеев. Значит, болеть хорошо или плохо, но действительно надо закаляться. Вот в деревне ребятишки ходят босиком. Если бы они дома поддерживали этот ритм, болящих было бы меньше. И заранее уже начинают высчитывать, вот последствия такие, ничего мы не знаем. Это самое сложное на земле, это человеческое тело. Ухо, горло, нос, все. Шесть лет он там толкется. Пока вы еще диссертацию защищали. Ухо, горло, нос, оглоглаз. Нет, я не окулис, это в другом. Да кулисы, которые есть в очки, это тоже разные люди. Костики, по костям, по желудку, по всему разуму. То есть человека размонтировали по частям уже, все. И вылечить никак. А этот умер от чего? Говорит, от рака. А кто? Главный онколог страны умер от рака. Главный. Ну, он и должен был. Вы знаете, геронтологи, они проповедуют, как долго жить. И получил Сталинскую премию. Прошло несколько лет, а ему 73 года было. И Сталин спросил, говорит, ну а как этот докумер? Вот мошенник, даже меня обманул, говорит. Жить надо долго. А почему надо долго-то? Когда Премудрый Соломон говорит, Господь его вознес, взял себе в ранние годы. Он исполнил порученное ему. А назначение его было вот только такое. Такое. Он его выполнил. Ему уже не за чем здесь. И чтобы ум не развратился, Бог раньше забрал его. Сегодня так не говорят. Обязательно должен жить. И какой жить-то? Ну посмотрите, которые на пенсии. Они идут, не хватает лекарства. Там виноват Путин. Зачем? Когда отжившая. Вот у меня лежит дома там подруга. Сколько ее возит Таня? Мудмуха. Туда-сюда. Зачем ты едешь? Здесь уже обмотано все. Туда поедет. Но все время дверь открывает, пропотела. Дверь открыта, на улице выскочит. Загоняй ее каждый раз. Зайди, ты простынешь. Она не может. Это не ее стихия. Стихия тогда, когда за ней ухаживает, возит. Тут она тогда плывет. А тут здоровая была. И по сегодняшний день лежит, неделю отбежала. Значит, за болезнь надо, в первую очередь, благодарить Бога. Мы каждый день благодарим за здоровье и за болезни. Через болезнь человек приближается к Богу. Это при том искушение. Бог не искушает все глум. Искушение бывает от Бога. От Бога искушение. От человека, от дьявола. От Бога только два искушения. Это все святые отцы говорят. Какое? Болезнь и гонение. Тюрьма, ссылка. Это Бог дополняет. Только два. Остальное обольщаемся. Вот. До своей похоти. Ноги начинают болеть. Я говорю, ходил он там. Да. Ускобов носила. Да. А нога-то вот так вот орала. Все. Кости лыла. Ходил он на высоких облугах. Танцевал. Замри. Чтобы не слышно было. Иначе с грехами туда и скатишься. Бог дает возможность себе здесь оттанцевать на постели. Да не ложись раньше времени. Смерть приходит. Первым делом смотрит, кто лежит. Ну даже раньше. Поет она сама. Смерть пришла. Меня дома не нашла. Я с товарками гулять ушла. Ну она и там найдет. Так. Впереди у нас воскресенье будет. 17 декабря. Ну желательно, чтобы все подготовились. Будет 20-летие, как здесь совершена первая литургия. И мы приехали. Я хотел бы обратиться, у кого дети есть. Попросите их, чтобы они написали, как они пришли. Как они помнят здесь. Что они здесь имеют. Ходили в другие храмы. Там больше ли им. То есть как-то так. Чтобы они начали мыслить и смотреть, что мы имеем. Мы имеем то, чего нигде не имеют. Нигде. Чтобы мэр города, мэр входящий в десятку лучших мэров Российской Федерации, приехал сюда с корреспондентами, с начальством комитета по имуществу, со своим советником. И вы видите, фотографии висят Баваринта. И чтобы он пришел, зэку, каторжнику отдавал. А центральная газета, губернистская тайская правда, огромная статья. Латкин предпочел храм недвижимости. Моя задача почти невыполнимая. Куда Себастьян делся? Уехала. Я уже просил, говорил ему, помочь мне найти прокурора края. Параскуна Юрия Педоровича. Тогда он был прокурор края. А сейчас я не знаю. Он на пенсии, наверное. Он генерал-лейтенант. Чтобы достать его и привезти сюда. Мы с ним говорили. Он говорил, я обязательно приду. Но сейчас я в должности. А вы судитесь? Нельзя, кто скажет, по дружбе идет. Он правильно все говорил. У него книги мои есть. Последнее интервью он давал о тайской правде. И там про Бога раза три или четыре упоминал. Я понял. Бороться, то, что делают, невозможно. Только молиться надо. Это говорит человек верующий. Найти Параскуна Юрия Педоровича. Второе. Которые были у нас люди. Найдите. Яговитину кто может вызвонить? Найди. Попроси ее прийти. Скажи, Любушка, мы смотрим на Шторкина. Все, ты здесь украсила-то как. Николай доказывает. Надежда Ивановна, чтобы была обязательно здесь. Николай Валентинович. Обязательно. Вот тепло. Это ваши трубы. Вы варили. Ну, то есть, кто что вложил. Это день благодарения Богу за это. Притом у нас не молитвенный дом. Дом молитвы. Дом молитвы только там, где приносится жертва. А жертва, это бескровная жертва, литургия совершается. И мы умышленно не ставим ни купола, ничего нет. Это жилой дом. Бог был не жилым. А вот вот был на спасение на водах. Как писал Быков писатель, говорит, а теперь у Игнатия спасение на других водах. И вот, чтобы все это припомнили. Как мы пришли сюда. Просчитали, узнали. Вызвать обильную благодарность Богу. Что Он нам Бог дал. Повторяю, это не молитвенный дом. Это дом молитвы. Мы называем храм. У нас все есть. И как раз по нашему размеру. Вот как-то кто-то где-то узнает. И я даже не могу сказать. Что бы надо. И у нас нету. У нас этого нету. Мы только благодарим. Все есть. Нам нужно было, чтобы был плотник, стойлер. Помогли. Те двери прорезать. Кто приезжает? С Украины. Коломейщенко. Олег Станий. Он прорезает двери, столы. Вот эта вся его работа делает. И он уезжает. Как только сделал, так уехал. Потерявки не прижилось. И так у нас были люди, которые приходили, помогали. Вот эту картину кто повесил? Кто купил? Слава. Слава. Найти его. Найти. Он активный. Он старался. Сохранили снимки. Когда у меня была презентация книг. Я говорю, он стоит. Лучший продавец книг. Ну, конечно, ни одной не продал. Говорил. Эти книги не те, чтобы покупали на перекрестках. К слову сказать, вчера только через почту отправили. Три комплекта Нового Завета. Это девять книг. И тринадцать к истинному православию. В одни руки. Люди, которые узнают, берут и там не продают. Это их расход. Архиереям дарят, священникам. Приготовиться. Сестры, приготовьте обед, чтобы был. Сами приготовьте что-то. Была Зоя Шубина. Она вышла. Она и бывает не всегда. Но торопится сразу куда-то. Батюшка был бы в службу, то еще только-только закончилась. У старобрядцев она еще два часа после этого идет. Вот придет прямо, отстоял и ушел, продремал и домой. Прям готовые старобрядцы. Ничего больше вам не надо. По событиям мира, подберите, говорит, как резануха. Резануха резаны, подбери свои бары. Это на шивках внизу, на шубе, трудно бежать. Подберите. Приходим рядом. Научите детей славить Бога за спокойную ночь. Чтобы они молились за детей Сирии. В каком они отношении. Это особая молитва. Путин, будто бы, я его речь не слышал, но главнокомандующий сирийскими войсками здесь регулирует все, генерал-полковник. И он говорит, война в Сирии закончена. ИГИЛ выдавили полностью. Не разгромили, нет. Они выдавили на другие страны. Они Ирак сразу в Афганистане захватили целые области. И теперь главный удар будет по России. Они так и говорят. Мы каждый ваш вылет, каждую бомбу считаем. Они сразу, мы подготавливаем одновременно смертникам 10 тысяч. Мы поднимем России на воздух. И их нельзя узнать. Она женщина обыкновенная. Едет автобус. Она подняла руку. Беременная. Она только в автобус зашла, соединила концы. От автобуса ничего не осталось. А их-то ехала обслуга, ехала на аэродром. Все. Ничего нельзя сделать. Мальчик стоит. Маленький, шестилетний. Ну, танкисты здесь. Сказано, нам никого не подпускать. Ну, мальчонка-то, что он сделает? Они ему дают хлеб. Он из кармана вытаскивает гранату. И успел ячейку выдергнуть. Кинул ее кверху. Его потренировали. Она прямо в люк танка. Ни танка, ни танкистов метров. Шесть лет. Они борцы. Это, посмотрите, они шестилетие с автоматами. И как они учат. Ребенка взяли в плен, а теперь оторвали его обратно назад. И он пробыл у них, кажется, три месяца. Родители ничего не могут сделать. Они его на молитву сномазят. А он не какие-то та-та-та, автомат. Родители не могут никто. Они сумели сделать. Всего за несколько месяцев. Они работают. А у нас их ни одного нет. Вначале о ваших делах говорит. Ладно, дети, идите. И потянулись, которые выше меня настолько ростом. А могли бы послушать. Для здоровья необходимо твое желание. Ты молись. Большая какая-то операция принадлежит. Пойди. Дорогие лекарства, которые невозможны, не по силам. Я не советую мне покупать. Ничего ни копейки. Отмеренно. Я и без лекарств. Еще таблетки, наверное, есть ел. Уже 79-й год. Что спрашивается? А мне там право еще 92. Ничего себе. Ты что, с ума сошли? Да не знаю. 102. 102, да. О, еще лучше. Так. Значит, день, назовем день благодарения за это место. Баварин приезжал несколько раз. Колганов второй за ним был, который мэр расположен был. Кто копал здесь, огромный у нас подвал. 12 человек могли на зиму съесть свои картошки, морковку хранить. То есть у нас все абсолютно есть. Найти кого только можете. Вот Галина Селина, она не придет, но скажи ей. Скажи, Галя, ты обязательно приди. Твоя доброта перед нами. Наш бак, который в лагере, она заказала. Она боевая такая. Добилась, что вывезли железо, все привезли, сделали. Теперь она, Тарасова Лидия Павловна, одну причину высказала, ушла. Нет теплого туалета. Ну неужели туалет теплый и стоит того, что ты получила, крещение, ну не говоря об остальном. Все здесь получила на занятиях. И как-то даже вся Россия ходила холодной. Но морозы-то были не такие. По 40 с лишним градусов. Я как-то на вокзале был. Тогда 43 градуса, как помню сейчас. Минус 43. Дверь откроет, хлопает. Стыганята бегают босиком. Бегают, еще один выскошил на улицу, то спрятаться друг от друга. 43 градуса. И у меня в лагере были ни один, ни щихает, ни болеет. Как, говорится, груз дочки. Ну, правда, все ворует, ничего не ложит. Чему научишь? Ну, вот показывают. Стоят на службе. У нас только придут и начинают жать. Сколько? Смотрю, 14 градусов. Ну, нужно 24. Володя тут жарит, наконец, закипело. На крышу все летит. Теперь Иннокентий Вениаминов, просветитель северных народов, и говорит. Я, когда кончалось богослужение, я мог посчитать, сколько человек было. Они стоят, ни с места, ни один не изменится. На снегу. На снегу у них там. Так, а ребенок маленький лежит, и что, где-то у него открылось там, он, ну, младенец. А на него снег там упал. Ребенок взрослый, он, мерзляк какой. На ребенка, мерзляк. Понятно? Это наша жизнь нас изнежила. Повторяю, наш отец никогда не простывал. Мы это даже не слышали, не знали. Мать хоть босиком ходила, а он вообще. Перышком и ногу заденешь, так он же дернет ее, ну. Не по земле ходил. Что для этого нужно? В первую очередь, доверие Богу. Я не знаю, здоровье просить мне или болезни. Без гонений мы не спасемся. Кровь христиан, семя христианства. Просить не выдержу. Не знающего, Господи. Воля Твоя да будет. Я вот к этому призываю и направляю. В болезни не умирайте. Живите долго. Но как Бог даст. Мне постоянно звонят. Вчера, ну, не уж Галя, там, Тарасик, девчонки заболели. Но издалека, издалека, из-за границы звонят. На операции кто-то идет. Меня все это удивляет. Почему там не молитесь? Молимся, но мы вот узнали, и Господь говорит. Пришли, а он в обморок упал там. И у дверей стоим, зайти не могут. Вот вызвали там пилить дверь или что. Ну, что-то с ним неладно. Помолитесь. Он стоит, когда позвонил, мы вот ложку до рта не донесли. Сразу положили со стола встали, не окончили звонок. Сразу молиться. Мы не окончили, звонок идет. Он поднялся и дверь открыл. С нами, может, это никак и не связано, но вот как-то подгадывает так. И люди начинают искать, кто помолился. Мы просим также, за кого мы молимся. А молимся за всех, кто говорит. Просит. Помолитесь о нас. Чтобы все было по воле Божией. Повторяю, год на еще необычный для меня приехал. 10 октября. Сколько новых людей пришло, даже не знаю. Притом сектанты. Притом никогда не видели какие-то удивительные дела. Вот этот 50-й к третьем поколении. Лежит, спит, а у них на видениях. И я вижу, как в тумане где-то и сказано ему, чтобы я вас нашел. У меня. Ну, если ему во сне, это уже необыкновенно что-то. Другой здоровый, крепкий парень. Я говорю, только, Олег, спать. И вдруг вас вижу, вы подходите. Что спишь? Так как? Пнул меня. У меня нога с кровати так и слетела. Пнул его. Я говорю, я... Другой молится в алтаре. Открывает новое место. Там разное-разное... Что дела будут делать. Пчеловодцем заниматься. Экологически чистым. Для японского императора будут посылать. Харахи-то получит. Но ложится спать. Поднял глаза, эрманах, вверх и смотрит. Лампочки везде. Горят. А ты где у него будут мед брать? Ну, ему голос сказал. У тебя ничего не получится, пока Игнатия там не будет. Он сразу на меня вышел. Лущенко Вячеслав. Отец Никодима, эрманах. Я ему сразу ответил. Отец Никодим. Суши сухари. Это все будет разгромлено. И скажите, написал он Горбачева Михаила Сергеевича. И тот ответил. И выделили миллионы. Пол горы снесли пасеку. И ничего не получилось. Не получилось. Там, где Абаза. Косновский край. Где этот Виссарион. Вот как. И поэтому надо довериться Богу. Ничто и никак нам не повредит. И никаким образом. Ни в здоровье, ни в местонахождении. Вот этот дом. Никак никто бы не дал мне его. Здесь. И денег не было. Одиннадцать лет шел в суд. Бог так сделал. И все начальство повернулось. Баварин взял под свой контроль. И оформление целый год ходил. Это непростое две этих домовых получить. И он мне здесь звонок. Мне дверь открыта. И я за него молюсь. На сердце положено. Помолитесь тоже. Он дал нам вот эту возможность. Сейчас нужно найти Логинова, который писал. Алтайской правде. Обязательно найти. Золотое перо. Такое у него звание. Хороший журналист. Всех, кто касался этого дома. Был Каспришин. Этот. Валабуев сказать. Александр Павлович фотографировал нас. С этим сбаваренным здесь. Ему я позвоню на неделю. Чтобы он тоже пришел. Паме и Господи. Будем все. Благодарим Бога. Достойно и всякого истину. Блажей Тетя Богородицу. Присно блаженную и пренепоручшую. Ты Матерь Бога нашего. Честнейшую Херубин. И славнейшую без сравнения с Серафим. Без истинения Бога славородшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за это чудесное время, которое Ты продлеваешь еще мирное. Господи, продли еще время мирное. Господи, надо не почтиться наша, куда и бедствующая рука удерживает Твою карающую десницу. Господи, благодарим Тебя за это. Братское общение. И если кто из братьев и сестер не ощущает этой радости общения, Господи, посети их. Даруй им это ощущение, Господи, радости общения братского во Христе Иисусе. Ибо мы знаем, что, Господи, по молитвам нашим Ты сотворишь то, что мы просим в нужное время. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое их в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое излеченность от Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а в оочи. Господи, научи нас семикратно в день проставлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще маленькое объявление. Внезапно появилось 4 человека в интернете, которые искренне мне начали помогать. И то, что я делал до перестройки, начитанный златовый 12 томов, шития 12 томов, 5 томов добротолюбия, архипелаг, все сейчас они делают видео, и я начал выставлять. Это примерно полторы тысячи новых фильмов будет, так назвать. И притом делает так, что видно профессионально. Никогда не видел. Два Сергея, три Сергея и один Андрей. Из Америки, там кто-то и других мест. Разные люди. И уже я начал, уже целую неделю выставляю эти материалы. Они лежали на сайте, а теперь они на Ютубе. А Ютуб, это уже новые люди. И сразу же начали смотреть и звонить. Три Сергея, чтобы Господь укрепил их и помог. Притом, несколько раз, какую картинку поставить, несколько раз туда-сюда переговоримся. Они выбирают. А вы согласны? Опять. Вы согласны? И притом, какая-то система такая, ролики я перекачиваю, одновременно. Ни один, ни два. А, полторы тысячи роликов перекачать. Надо еще, знаете, Игнать Тихонович, сделать, попросить их, чтобы ваши книги читались в мобильной версии. Это сделаю. Чтобы по телефону читать можно? Да. Я скажу, это в Тергизии. Я повторяю, из Тергизии парализованы. Мне говорит, надо сайт ваш откопировать, другой, ну, как формат или что-то. Я говорю, да не надо, сделай. Нанял какие-то программисты из Израиля, из Белоруссии, соединенные. Ну и сделал. Я говорю, сколько заплатил? Да ладно. Наконец узнал, 300 тысяч. Это ужас. Я три рубля за это не отдал. У меня свои близкие, люди. Первое, это помогал туда Саша, Алексей, Саша Дегулеев. Так что, помолитесь, поблагодарите, чтобы не быть неблагодарными. 300 тысяч. Колонки мне купил, габарит-микрофон, Сергей парализованный. Здесь купили мне, он денег кому-то высыл. Я плыву, я окружен вот этой благодатью Божией. Не звал этих людей, не знал, не слышал, сами пришли на сайт, сами посоветовали и сами начали делать мое разрешение. Аллилуйя. Даже и выступят. На сегодняшний день, значит, занятия после трапезы и песнопения. И сегодня еще в воскресенье в 6 часов Сергей Павлович на интернете. Всехрестов на питание. На лечебное питание.